Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Вербовали сторонников в Москве, Воронеже и Дагестане задержали шестерых участников экстремистской организации. Встретимся в суде. Мэрия Махачкалы направила в арбитражный суд претензионные письма в отношении подрядчика за нарушение срока выполнения работ по капремонту школ. Еще один призер из Дагестана. Наши дюдоисты продолжают успешное выступление на чемпионате России в Екатеринбурге. Шестерых участников организации «Атакфир Вальхиджра» задержали в Москве, Воронеже и Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области. По данным силовиков, все они подозреваются в вербовке новых участников. В ходе обысков в местах проживания радикалов была обнаружена литература экстремистского содержания. Возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. В ходе проверки выяснилось, что газовики, проводя работы по первичному пуску голубого топлива в квартиры, допустили ряд нарушений. Напомним, в результате возгорания и взрыва трое жильцов одной из квартир, в том числе 11-летний мальчик, получили термические ожоги. В последующем мужчина скончался в больнице. Мэрия Махачкалы направила в арбитражный суд претензионные письма в отношении подрядчика за нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту школу номер 28, 39 и 8. Общая сумма взыскиваемой неустойки составляет около 9 миллионов рублей. Ремонтные работы велись под контролем со стороны руководства администрации, но в ходе их проведения выявились конструктивные изменения в сооружениях, которые требовали дополнительных экспертных изысканий. Погрузившись в детали этих проблем, Сергей Алимович отсрочил дедлайн именно для таких объектов. Как мы с вами сегодня видим, подрядные организации работы ведутся со слабой динамикой и низкими темпами. По поручению мэра Махачкалы Салмана Дадаева начата претензионная работа в отношении подрядчика. Напомним, в Махачкале в этом году по президентской программе капитального ремонта школ отремонтировано 19 общеобразовательных учреждений. Школа номер 39, среди них объект с самым большим объемом работ по проектно-сметной документации. Учатся здесь порядка 3,5 тысяч детей. Дагестанский полицейский награжден медалью за смелость во имя спасения. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ведомства. Церемония проходила дистанционно. Среди отличившихся и наш земляк – старший лейтенант полиции Магомедхан Гаджимагомедов. Из рук министра внутренних дел Республики Абдурашида Магомедова он получил медаль за смелость во имя спасения. Напомним, что летом этого года Магомедхан спас группу туристов, лодку с которыми уносила течение Аварского кайсу. Социальные, экономические и другие проблемы, волнующие жителей, узнал председатель Народного собрания Республики. Заор Аскендеров побывал в муниципалитете с рабочим визитом. Все подробности в следующем материале. Эта школа в Гунипе ни в чем не уступает городским образовательным учреждениям. Здесь и центр «Точка роста», и просторный актовый зал, а учебные классы оборудованы по последнему слову техники. В этом убедился лично и спикер парламента. В мае, в отпуске не уходили, все работали, все учреждения. В программе капитального ремонта? Да, да, да. Меняли крыши, правильно? Крышу поменяли, первый этаж, капельку поставили, актовый зал порядок приведения. Далее в программе визита – комплекс «Белые журавли». Там председатель Народного собрания вместе с делегацией районного актива возложили цветы к памятнику поэта Расула Гамзатова, юбилей которого вся страна отметит уже в следующем году. Встретился Заура Скиндеровы с семьями мобилизованных гунипцев. Спикер обратил внимание местного руководства на необходимость быть на постоянном контакте с людьми, чьи родственники находятся в зоне СВО. Со своей стороны, председатель парламента заверил присутствующих в том, что их проблемы и вопросы всегда на контроле у республиканских властей. Вы можете обращаться к нашим депутатам, по-любому интересуясь насущным вопросом. Сегодня вам нужна помощь, потому что ребята, которые были с вами, ваши дети, они занимались вашими семьями, бытовыми проблемами, еще какими-то. Они выполняют свою миссию, свой долг защищать Родину, находятся там. Здесь мы должны окружить вас всем необходимым. Уже в актовом зале администрации встреча с районным активом. Люди задавали интересующие вопросы, в том числе и по недавно принятым поправкам в Конституцию. Также в зале прошла торжественная церемония награждения учителей. Звание почетный работник образования и отличник образования получили 11 педагогов Куньевского района. Патимон Тханнапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Куньевский район. И другим темам. Масштабную российскую выставку племенных овец и коз проведут в Дагестане в следующем году. Об этом стало известно на совещании правительства республики. Гостями форума станут ученые и научные деятели, работающие в отрасли, а также специалисты федерального минсельхоза. По словам организаторов, выставка проводится с целью широкого распространения и внедрения опыта передовых хозяйств в деле ведения племенного овцеводства. Площадкой для мероприятия Дагестан выбран не случайно. Именно на территории нашей республики сосредоточено более 20% всего российского поголовья мелкого рогатого скота. Регион занимает первое место по этому показателю в стране. Мэрия Махачкалы помогла подключить газ к семье участника СВО. Так, в городской координационный штаб обратилась супруга военнослужащего Мурада Латипова с просьбой оказать содействие в подведении голубого топлива в дом. С учетом времени года решить проблему было необходимо в кратчайшие сроки. К делу подключились структурные подразделения мэрии города совместно с ресурсоснабжающей организацией. Был проблема у нас с газом, с подключением. Ребята с газового хозяйства шли навстречу. Единственная проблема была с подключением. Нам пришлось обратиться к администрации города. Помогли сразу, сразу подключили, все нормально. Отопление работает, внука тепле, уютно, все хорошо. Хочу поблагодарить главу города, сотруднику администрации. Спасибо большое, все хорошо. Напоминаем, что по всем возникающим вопросам родные и близкие участников СВО, проживающих в столице Дагестана, могут обратиться в координационный штаб. И о спорте. Около 150 самбистов из разных уголков Дагестана определяют сильнейших на чемпионате республики. Ежегодные соревнования, стартовавшие в Каспийске, посвящены памяти экс-министра МВД в Дагестану Адильгирея Магомед Тагирова. В первый день турнира на ковер во дворце спорта имени Али Алиева вышли представители боевого самбо. Спортсмены разыгрывали медали в семи весовых категориях. Сильнейшего выявляли в жарких поединках. На церемонии открытия к участникам и гостям обратились коллеги и родственники Адильгирея Магомед Тагирова. Хочу пожелать всем спортсменам удачи на этих соревнованиях, спортивной скорости. Хочу пожелать людям беспрессивного судейства и еще раз хочу пожелать всем спортсменам, которые будут сегодня участвовать, удачи. Главное, чтобы здесь, на этих соревнованиях, они показали свои самые лучшие качества. По итогам стартового дня большинство наград высшей пробы на счету махачкалинцев Расула Гаджиева, Магомеда Узарханова, Мурада Ибрагим Гаджиева, Нусалхана Магомедова и тяжеловеса Хаджимурада Саидова. Последнего также наградили специальным призом от МВД телевизором. Золотые награды Шарапуддина Рамазанова и Абдуразака Узерова отправятся в Каспийск и Карабудахкенский район. Во второй день соревнований спортсмены разыграют семь комплектов наград в дисциплине «Спортивное самбо». А в Махачкале прошел открытый республиканский турнир по тэквондо среди юношей. На татаме Дворца спорта Автодорожного колледжа вышли более 250 спортсменов из разных уголков Дагестана, а также из Астрахани и Чечни. Награды оспаривали как дебютанты соревнований, так и спортсмены, уже проявившие себя на уровне республики и страны. На церемонии открытия к участникам обратились организаторы, представители Министерства образования и науки. Также с приветственным словом выступили руководители спорткомитета и Федерации тэквондо Дагестана. На турнире также были отмечены спортсмены, отличившиеся по итогам 2022 года. Лучшему тэквондисту первенства России, прошедшего летом в Калининграде, Асхабали Магомедову вручили пояс чемпиона. Мощный турнир, приезжие команды есть. На следующие годы, я думаю, еще они сделают, еще больше участников будет и гостей тоже будет. Здесь ребята есть, которые выиграли первенство России, но чемпионат России среди взрослых бывает. И призеры России здесь выступают. Это вторые и третьи номера, которые выступают сейчас на этих соревнованиях, они большой опыт набирают. Чем чаще таких турниров, тем результат Дагестана лучше будет. Дидейст Абдулла Абдул Жалилов стал вторым призером чемпионата России. Соревнования в эти дни проходят в Екатеринбурге. Серебряным медалистом воспитанник спортшколы имени Газимагомеда Ахмедова стал в категории до 66 килограмм. Для подопечного, заслуженного тренера России Шамиля Алиева, это третья награда на чемпионатах России. В 2015 году Абдул Жалилов побеждал на этих соревнованиях. Также он медалист 10 турниров мировой серии. Ранее в Уральской столице чемпионом России стал его одноклубник Гамзат Зайербеков. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин